друзья мы с маргаритой вас приветствуем на канале хутор стуканов краснодарский край хочу показать для чего мне нужен был поролон помните пару роликов назад я все искал поролон сейчас я вам покажу вот кстати вот эту сетку я поставил раньше теперь все листья не попадают в печку и вылетают в салон значит вот фильтр вот поролон немножко не того размера поролон кстати многие писали фикс прайсе фикс прайсе поролонов мы не видели там продаются только вспененный полиэтилен короче покупаешь фильтр от Hyundai Accent их два таких вот сама печка вон радиатор печки вот туда все время попадают листья всякая шелуха да и потом это летит салон и забивает все эти воздуховоды вот так вставляется фильтр от Hyundai Accent по моему он же и от Hyundai Gets вот так поролончиком все это дело заделывается ставится вот эта штука кстати кто не знает это зима-лето вот так лето вот так зима когда ставишь поролон и фильтр прижимаются ну и потом соответственно ставим вот эту резинку сеткой у нас и пыль салон не летит и всякие листья и шелуха мухи все вот это остается под капотом и мы ощущаем себя в иномарке а сейчас я пойду покажу какие приблуды я придумал насчет шпилек на бане вот тут у нас небольшая сборка территории происходит листья листья он целью у нас за забором сегодня не выпускаем но она не выходила потому что джига тут да целенькая она сама выходит сегодня не выходила что-то она джига увидела что-то я его рано выпустил после ему она уже втекла вот друзья шпилек конечно у меня теперь много больше чем нужно но на эти шпильки сильной надежды возлагать не буду значит вот шпилька пока просто просунул с этой стороны просверлил коронкой покажу вон там вставил шайбу гайку то есть теперь вот эти полтора блока шпильку ты уже просто так она не вынется то есть ну туго идет все мертво осталось залить клеем и вот здесь залью надо продуть насколько продул пылесоса у меня нет взял обычный баллон бытовой газовый вот такой газом продул сейчас еще попробую немножко продуть потом во второе второе отверстие ну и так пойду значит так как основная нагрузка вот основной маврилат будет лежать только на одной стене и на противоположной стене скажем так куда будут опираться балки потолочные значит три будет с этой стороны дополнительных шпильки и 3 с этих вот 1 2 сейчас 3 будет сверлить ну и все и вопрос решен а потом с той стороны сейчас я залезу наверх залезу наверх значит например так у нас будет лежать ну грубо говоря да там через 59 допустим лежит балка выступ я сделаю на ней где-то за стену 30 например на 30 дальше вертикально вот от балки до самого низа я прибью брусок 50 на 50 на каждую балку брусок будет 50 на 50 для чего для последующей обшивки снаружи и потом этот брусок также будет пришить к балке то есть с одной стороны он будет пришить на нескольких точках к стене с этой стороны он будет пришить к балке вот так то есть получится дополнительные скажем так крепление для балок то есть тут уже точно не вырывать никакую крышу все будет четко на таком варианте я остановился хорошо жить на хуторе где захотел там упал на дороге так на дороге до кабан кабачок ну как те на дороге лежится нормально лежачий полицейский да ныська все хорошо это вам не в городе до кабачок 8 утра мы выезжаем на хутор и лич почти все местные его хвалят говорят такое место зачетное пейзажи красивые места красивые там есть какие-то окна типа там со скалы вид какой-то поедем посмотрим я конечно не думаю что это хотя бы даже сравниться с крыловскими холмами с с виду оттуда с лысой горы или даже в лужниках со смотровой площадкой но посмотрим но про архиз там я вообще молчу да архиз это архиз а тут в принципе холмы не но москва это город а здесь про пейзаж посмотрим все нахваливают там даже вроде как экскурсии ездят доедем мы кстати сколько живем тут ни разу не ездили дальше удобно и в ту сторону да там как бы конец краснодарского края дорога упирается уже все в горы посмотрим ни разу не были посмотрим и вам покажу друзья хочу показать я так понял вот эти две лопаты которые кинули наверно перед выбором ремонт дороги сделали типа да то есть все время мы ездили все время были ямы вот а сейчас расщедрились кинули мы с маргаритой угораем или пару лопат доехали мы до передовой мы здесь первый раз за полтора года проживания в отраднинском районе интересно ну в принципе недалеко передовая да от удобной 5 минут ездили 5 минут ездили вот так выглядит станица передовая среди холмов тут тоже проезжали какие-то горячие источники ну медуница реабилитационный центр проезжали но это в пенькозаводе поселок пенькозавод у всех дрова лежат ну нет такого впечатления что какие-то заброшки да так вроде бы нормально неплохо так и дома далеко от дороги не близко широко и получается справа холмы и слева холмы то есть место такое хорошее я бы сказал зачетное ну все мы приехали в хутор Ильич вот так он выглядит ну обычный хутор да? пока да пока не впечатляет да тоже заброшенные дома есть здесь так нам я так понял налево да никаких знаков главной дороги нет да сейчас будем по карте смотреть бить прямо лайн прямо давай проехать едем в гору да потихонечку ползем вверх по плохой дороге но пока нормально еще что будет дальше не знаю мужик говорит может вы там и не проедете может там луны какие или камни посмотрим немножко поднялись сейчас еще наверное будет подъем ну вон впереди может куда-то едем до какого-нибудь интересного места тут на самом деле сто дорог вот а какой едем мы не знаем первый раз тут можно и в другую сторону поехать я в интернете читала в разные стороны можно тут в любую гида у нас нет едем сами вот мы ехали-ехали и увидели яблоню сейчас попробуем яблочки вон сколько их яблочек такие хорошие да кислотина да кислые может которые упали не кислые ну давай подберу как там а вот там лошади пасутся дальше ну как пислые ну я не сказал что прям пислые на компот самое там не хочу твое я хочу свое а он еще шиповник да мы тут проезжали полно шиповников ну ничего так ну дикие яблоки все равно да понятно что дикие ну так тут в принципе мне нравится мы же конечно не до конца поднялись вот но не васик радует понижайка включил и вперед ну так же шиповник да шиповника много и боярышник я видела может а это что это шиповник это шиповник на обратном пути нарвем может быть что он съедобный еще или еще рано не совсем но есть спелый на кустах ну так то можно что-нибудь насобирать да чашечку заварить да ну что едем дальше такой страшный спуск огого ну вон Нива впереди едет ничего но страшно ой-ой-ой все досох еще лужа такая впереди почему-то мы можем объехать их лужу если пачкать трактора сено косят тут ну вот мы подъехали к указателю куда ехать что смотреть так схема расположения объектов поклонный крест лик богородицы фундамент часовни в общем мы сначала поедем налево а потом хотим поехать направо вон крест стоит мемориальный ну а вот и кабанчик главный путешественник кабанчика с собой взяли что наиска новые места нюхай нюхай да ну вот так вот спустились с горы кстати я смотрю вживую и в камеру да в камеру она кажется раза в два меньше угол а в реале такой нормальный ну тут дубы у нас лестница железная где тут было вот по ней сейчас будем спускаться возможно столик слушай хорошее место да вообще просто тишина птички поют зачет дубы вот это ж дуб да листья просто он это какой-то тонкий его наверное спилили поэтому типа тонких этих веток выросли да такая дубовая роща ничего себе обрывчик да вот Леха говорил что надо весной сюда ездить кизил ты смотри не навернись Леха говорил что сюда надо ездить весной когда все не заросло и вид есть видишь сейчас за деревьями не видно покажи кизилку а что вам показывать у нас же был прям на склончике вкусный кислый еще не созрел а тут тень прикольное место хорошее шашлычку тут можно пожарить класс да друзья слышите как птички поют так хи-хи-хи-хи а он видно прям темный прям такой бурый вон еще кизил он не такой темный да сладкий сладкий хороший жалко только все заросло сюда правда надо ездить весной может там в апреле главное чтобы дорога сухая была иначе не проехать ну может быть на злой резине там налифтованной может и проедешь а так я прям вижу там часть пейзажа далеко-далеко но за листьями плохо видно хабанчик так оно отойди оттуда пойдем ну что перекусим здесь да перекусим а ты хочешь грибы посмотреть да я не знаю тут неудобно ходить ходить неудобно очень это с той стороны а мы еще по лесу поедем по другой дороге может там посмотрим хотя я думаю таких как мы тут полно ну да далеко там не ходить ну все сейчас покушаем а нам же спуститься на окна надо да а потом поедим друзья вы бы знали какая огромная лестница по такой лестнице я спускался последний раз лет 25 назад в Москве в районе Филевского парка к Москве реки забыл сколько ступенек там то ли 137 то ли 127 что-то такое ну там про ступеньки были пошире не ну спускаться еще ничего надо подниматься ну хотя потихонечку слушай отпусти ее ну что ты ее несешь потихонечку пусть идет вот сейчас она через 10 ступенек будет уже бегать главное чтобы лапа не застряла вверх она пойдет легче друзья а собака то не дурная сбоку решил пойти не по лестнице а сбоку ну правда опять пошла по лестнице слушай ничего себе она вообще когда-нибудь закончится там не знаю мы уже прошли вот кизила полно да да кизила здесь полно прям по лестнице идешь и кушаешь его но это светлый вот я вижу темный какая тишина вот и закончилась лестница длиннющая зараза мне это напоминает тропики лес помнишь как мы в Танзании у дзунгу ходили по таким тропам на водопады тоже такое тихое место что-то у меня уже коленки трясутся я прям это иду чуть ноги сгибаются и трясутся Кунельский кстати тоже когда она последние ступеньки преодолевала видно было что коленки трясутся а снизу река слышно течет хорошо главное что народу никого вообще супер не люблю когда много народу суета крики как метеор к речке а где он говорил тут родник тут по-моему обязательно кто-нибудь оставит автографы такая нормальная скала такая нормальная скала в общем вышли к фундаменту какого-то древнего древнего строения ну вот это сверху это уже наводил а вот снизу это так так сейчас поближе подойду а то не слышно ну покажи вам табличку да 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 то есть получается чел жил тут а может храм был камень ну круглого еще на камбисе где она развеселилась камень в камне прессован наиск так нам куда нам походу куда-то давай на скалу пойдем посмотрим мы же на окна пришли а где окна вот оно одно в общем правильно сюда надо приезжать когда ничего не заросло тогда будут виды а когда все уже поднимешь сама вон там слева пониже вот такая арочка красиво а вон я походу понял где пейзаж красота 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 на этом дереве народ вешает тут кто чем грасть кто что может кто шнурки кто маски это кизил Друзья, какой бит, а? Ну, конечно, не Дагестан, но все же. Все равно. Вот до тех деревьев, кажется, через камеру ерунда. На самом деле высоко, высоко. И вот он, обрыв такой. Да, красиво. Особенно вот это вот впечатляется. Ну, в общем, Нейску не отпускаем. На всякий случай. Маргарита стоит, пасет ее. Ну, я вот хожу, снимаю. Ну, тут место тоже хорошее. Вот где Маргарита стоит. Тут можно костерчик разжечь. Палатку можно поставить даже. Хотя, я думаю, ночи тут повыше-то более холодные. Ну, летом нормально все равно. Если у кого спальный мешок. Так-то прикольно. Это мало ли кто поедет отдыхать. И, например, бывает едешь и не знаешь, где можно заночевать. Ну, вот, пожалуйста, место. Ну, правда, машина тут рядом не стоит. Это ужас какой-то, а не собака. Любые преграды берет. Да. Препятствует. Интересно, что тут было раньше, да? Сегодня, друзья, последний, вроде как, такой летний день. Дальше все, придет осень. Чистое небо. И мы решили отдохнуть в этот солнечный, теплый день. Сегодня 25 градусов, вроде, по прогнозу. Маргарита все по кизиллу ударяет. Ну, она мягкая, вроде. Ну, темная. Темная, но хорошая. Ну, здесь темный, сладкий. Кстати, был бы пакет, как физиода набрали, что-то. А пакет машинец. Я манал до машины, по лестницам идти, потом спускаться, а потом опять подниматься. Нет. Ну, в общем, по итогу первого просмотренного места могу констатировать. Это место не похоже, но оно свое, ни на что не похоже. Ни на Дагестан. За границей, вроде, примерно таких не видел. Ну, то есть, оно свое. Но скажу одно, если бы это был Таиланд или Китай, тут бы сейчас, по этой тропе, автобусами бы туристы шли. Там как-то все развито, внутренний туризм. Китайцы ходят, ездят по Китаю с одного конца в другой. Ну, там понятно, там и поезда у них. Мы ездили 350 км в час. В ЖИК и ты 500 километров уже проехал. Переместился. Там тебя встретили. Автобусы, группы. Здесь, конечно, ничего не организовано у нас. Народ маленькими кучками. Сам, типа, нас куда-то ездит. Либо кто-то, ну, летает. Отдыхает, море. А так вот, просто по красивым местам. Как-то у нас это вот, то ли не заведено, то ли не организовано. Скорее всего, никто не организовывает ничего. Ну, дальше говорить не буду. Попробуем посчитать ступеньки с Маргаритой. Каждый посчитает молча про себя. В конце, если не собьемся, скажем вам. Сколько у тебя получилось? 589. А у меня 588. Ну, примерно так. Ну, не суть. Это кошмар какой-то. Фух. У меня вошло. А я мокрый весь уже. Уже, кстати, жарко стало. Сейчас пойдем по-русски. Если утром было еще нормально. Такой же классик, на секунду. Отдохни, господи. Да. Почти шесто ступенек прошла и бегает. Да еще по таким этим. Все, упала. Где шла, там упала. Да, Неска. Я тоже задыхаюсь. Сейчас пойдем за столик. У нас термос. И бутеры. Открыл окна в машине. Пусть про это, там дышать не очень. Все по-походному. Да. Надо было чашечку взять, что-то есть. Мой косяк. Так пойдет. Давай еще. Она на водохлеб. Пьет много. Вот этот стол мне напомнил, когда мы в Африке были в парке Удзунгва, поднимались тоже на водопад. Точно так же стоял стол. И вот там был виден водопад Санджа, на который мы поднимались. Прям вот очень похожий пейзаж. А тем временем Маргарита кладет в скатерть самобранку. Да. Сейчас перекусим. Бутеры покушаем. И поедем дальше. По окрестностям. Батюшки, какой у нас шикарный стол. Даже тушенка. Маргарита говорит, открывать тушенку. А я вот думаю, открывать ее или нет. А если мы это не съедим? Нески нельзя. В машину открытую. Где-нибудь перевернется. Ночью надо съесть. Значит, впихнуть невпихуемую? Да. О, даже тарелочки у нас. Ощущаю себя где-то. Сейчас открывашку. Где же мы были, нам так же курочку жарили? В Таиланде, что ли? Или на Занзибаре мы ездили? Где-то, короче, королесили. Аж слюни потекли. Ну, что могу сказать? Перекус радует. Королевский обед у нас на природе. Самое главное. Да? Да. Еще самое главное, что здесь почти нет мух. Практически нет. Не то, что у нас. Вкусняшка? По-походному. На чистом воздухе. А где кабан? Где-то тут. А, вон он, по столу. По столу, как обычно. Ну, вот, поели. Банку домой. Все с собой. Ничего не бросаем. Точно. Это мусор. Ну, вот у нас из мусора что-то только будет. Ну, тряпка. Все. Ну, так должен делать каждый. Вместе все, чего осталось, забирать с собой. Я бы она пополам сложил. Ну, хотя так пойдет. Маргарита говорит, дай-ка я в лес зайду. Посмотрю. Может, грибы есть. Он ходит там, лазит. Ну, я думаю, что грибов нет. В общем, друзья, ехали мы, ехали. И приехали вот сюда. Пока тушками заниматься мы не планируем. Поэтому мы нашли другую дорогу. Она через лес ведет. Вот сейчас Алик назад сдает. Там уже накатано все. Поедем. Ну, тут, конечно, сюда не хочется соваться. Вот дорога. Сейчас мы по ней поедем. Она объезжает. Эту лужу. Грибов, я посмотрела, нету. По крайней мере, в этом лесу. Так какие-то уже старые. Полусгнившие сыроежки нашла. Несколько штук. Вот такие есть грибы тут. Ну, вот такие какие-то грибы тут есть. Вот. Но я их не собираю. Не знаю, что это. Вот так, друзья, мы объезжаем. Препятствия. Вот еще грибы какие-то. И все, сейчас он выедет на дорогу, и мы поедем дальше. Вот и все. Лужа позади. Вот по такой дороге едем. Одни камни. Что самое интересное, мы едем и не знаем, что там дальше. И мы уже далеко уехали от первого места. От последнего места, где не снимали. Лужа, 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 лужа. Лужа, лужа, лужа. Кабан уже спит. Устала смотреть вокруг. Потряхивает. Мы куда-то приехали. Вид какой зачетный. Это Козылуруб, что ли? Надо по карте посмотреть. Козылуруб. Наверное, да. Разворачиваемся обратно. Короче, этой дороги конца и края нет. Просто едем, едем. У меня уже бензин что-то стал заканчиваться. Ну, как бы он есть еще. Но тут с такими уклонами он уже плещется. И то стрелка, то эта лампочка начинает гореть, что бензина нет. А нам ехать, ехать. Тем более, мы едем на понижайке. Надо, короче, следовательно с собой просто взять канистру и полный бак. А то мы поехали не с полным баком, но больше, чем половина. Но мы не знаем, что мы так далеко поедем. И вот эти уклоны. Бензин перекатывается на одну сторону бака. Я боюсь, что где-нибудь сосанет бензонасос в воздух. И кирдык. Или на каком-нибудь уклоне. Нам просто не удастся подняться на подъеме, на спуске. Сейчас у нас будет такой хороший спуск. Маргарита сейчас будет получать кайф. Все это будет не по такой земле, а по камням, по острову. Я вообще переживаю за колеса. Но сюда доехали, а нам еще ехать обратно. И там еще такие места есть. Да. Болотистые. И сейчас, это еще не спуск эта фигня. Но сейчас будет спуск. Ну, потихоньку, на первую. В общем, я камеру выключаю. Буду сидеть бояться. А Маргарита всегда камеру выключает на самых интересных моментах. Ну, сейчас будет мне страшно. А машина не покатится по камням? Вот только сама пройдет. Ну, если аккуратненько. Все может быть. Но надо на скорости потихонечку идти. Едем на понижайке. Стараемся. Так сказать. На тормоза не нажимать. Ой. Ну, на камере непонятно, что спуск такой. Ой-ой. Нормально. Хуже всего это острый камень. Ну, оно на камере непонятно, конечно. Вон камень какой-то, смотри. Я сейчас, может, кайф спустим. Ой-ой. Вот. Ну, красиво, ничего не скажешь. Да, места вообще безлюдные. То есть, вообще никого. Нам один уазик только встретился по дороге. Да, дикие места. Красивые. Ну, нам еще предстоит обратная дорога. Там тоже места такие были. Ну, сюда я больше не поеду. Если туда, где мы спускались, еще можно съездить. Там, где мы кушали. То сюда вообще не хочу ехать. Да, дорога больная. Сюда надо на лифтованной машине ездить. Ну, желательно, да. На злой резине. Вот. Да, у нас обычная резина. Пирелли городская. А тут такие есть местами вообще острейшие камни. Ну, не хотелось бы порезать. Потому что у нас даже баллонного ключа нет. И нет этого крюка буксировочного. Только дамкрат и все. Друзья, мы остановились перед каменным спуском. Решили немножко передохнуть. А то мы что-то долго едем. Полдня уже катаемся по этим безлюдным местам. Ну, и заодно Неску. Может, она в туалет захочет. И вот дерево, орех. Сейчас покажу орешки. А тут целая роща этих орехов. Рядом. Ну, их мало. О! Вот они. Да, сорвенные. Орешки. Вон еще дай сорвать. Только они не спелывались. Ну, да, наверное. Ну, что-то их мало. Почти нет. Да. И сейчас будем спускаться по камням, по острым. Такой, ну, достаточно крутой спуск. Горито вцепилась в торпеду. Говорит, ой, как страшно. Хотел ремень одеть, чтобы не пищало. А когда машина наклонена вниз, ремень не вытягивается. Ну, это как бы так запрограммировано. Потому что когда тормозишь резко, чтобы ремень удерживал, ему поэтому не вытягивалось. Поэтому придется послушать писку. О, все, закончился. Ну, а преодолевание брода, ведь вообще наше любимое занятие. Да. Ой-ой-ой. И Васика. На халяву говорят, и уксус сладкий. Корючий. Да решили собрать шиповников все-таки немного. Да, а что мимо едем. Тут его полно. Растет куст. Вот куст. Да его много. Вон куст. Да, полно. Вон с другой стороны машины. Я уж не знаю, пусть он даже не очень спелый. Ну, он почти спелый. Ну, да. Но все равно заварить так витаминчики. Чайку. Да, с чаем или просто с кипяточком. Тоже хорошо будет. Друзья, ну здесь такая дичь. Здесь, наверное, медведи ходят, не знаю. Потому что здесь вообще ни жилых, никаких хуторов, ничего нет. То есть мы уехали далеко-далеко. Не знаю, может километров 10-15. Но все это на второй, на первой, на второй понижайке. На третьей вообще иногда. То вверх, то вниз. Вот, и получается, что, ну, едешь медленно, и тут вообще никого нет. Вот говорю, один уазик встретился по дороге, и больше никого. Тишина. Может, по выходным тут больше народу, вот, не знаю. Ну, наверное, там, где мы вот обедали, там, наверное, все-таки туда больше машин доезжает. Сюда еще не каждый решится поехать. И столько вот в такую погоду, сегодня более-менее. Но все равно где-то вместо 4 лужи, болота и были. Одно через лес объехали. Тоже чуть, чуть бампер передний не цепанул. Но задним фаркопом цепанул. Надо было его отстегнуть. Он американец, штырь вонил где-то. Болтик просто крутить неохота было. Вот еще один куст. Подъехали. Вот еще кусты полно. А! А, сейчас. Говорит, выпусти Нейшку. Сейчас Нейшку мы тебя выпустим. Сейчас, Кабан. Иди, гуляй. Иди, гуляй. Иди. Ну, позови ее. Лей, лей, лей. Кабаныч, научилась прыгать. Ну, а что? Сейчас наберем и на рынок в отрадную торговать. Ну, так-то полно. Можно набрать хорошо здесь. Ты колючий какой. Ну, что? А, это... Это душица. По-моему, да? Честь. Тут все такое экологически чистое. Да, дружица, Нейшка, хватит, ходить мне по траве. Я сиди. Ну, все, главное торгашка. А тяжело, чтобы у них собирать. Ну, колючий? Конечно, колючий. В общем, Нейска вымазалась. Уйди, уйди. Уйди. Чтоб не говорили, что я Маргарите не помогаю. Помогаю. Чуть-чуть, но помогаю. Колючий заряд. В общем, Нейска вымазалась в конском навозе. Как я ее посажу в машину, я не знаю. Ну, посажу. Не оставлять же ее здесь. Хорошо так, знаешь, так хорошечно. Валялась. Обтерлась вся. Спину всю свою обтерла. Ну, сейчас сидит около машины. Выгнал я ее от всей скорочи. Ну, что там, покажи. Да мало. Пошли еще дальше. А, тут что-нибудь ведь. В ванне там не совсем дерево есть. Ага. Слушай, я лучше буду за ней наблюдать. А то сейчас она еще где-нибудь. Более свежем. А вот, что тебе куст. Хороший, здоровый куст. Мне сейчас надо душиться. Душиться? Да вот тут душиться тоже есть. Если нет, вообще душиться. А это, походу, друзья, боярышник. Не походу, а боярышник. Я знаю. Ну, может быть. Очень полезная вещь. А, это помягче. Да. Вот это. Это для сердца полезно. Боярышник? Угу. Боярышник. Мы его детстве ели постоянно. А сейчас надо его сорвать. Ну, он мягкий такой. Мягкий, да. Значит, спелый. Правильно? Угу. А, вот шиповник. Ну, он доедушный. И он почему-то только на нижних ветках, а на верхних его нет. Вообще. Надо досохнуть, наверное, доесть. Может быть. Короче, тут если задаться целью, просто тупо ехать и собирать шиповник, тут можно целый багажник набрать. С грибами не фортануло. Наверное, погода не та. Хотя, когда по лесу ездили, я видел там большие шляпы. Ну, такие уже перезревшие. Наверное, после дождей. Ну, после дождей сюда хрен проедешь. И это всего 40 километров от нас. Ну, вот это место, может, 50 километров. 32 от нас, Ильич. А, 32. Ну, там еще по Ильичу проехать надо до конца. И вот сюда. Еще километров 10-15, наверное. Ну, короче, не больше 50 километров. В принципе, рядом. Это как от Дмитровского шоссе по МКАДу до Рязанки доехать. Ну, примерно. На обратном пути заехали еще в одном месте. Место называется Ильичевское городище, да? Да. Вот какой-то фундамент, тоже древний. Потом крест. Сейчас подойду поближе. Табличка была, что-то написано. Не знаю, что там написано. Давай зайдем. Тоже, наверное, какой-то храм был или что? Ну, в городеще это может. Вот это дрянь, город может быть. Что-то написано, непонятно. Ну, тут покосили. Да, типа алтарь, что ли. Может, какая церковь была. А вот, смотри, написано. Сей поклонный крест устанавливается в честь памяти двухтысячелетия Рождества Христова. Вот это были, наверное, типа лавочки. Как-то для прихожан. Ну, тут росли свежие, восстанавливали. А здесь уже нет. Ну, да. Мхом все заросло. Древние, древние камни. Пойдем к другому фундаменту. Кабано тоже интересно идет с нами. А тут что-то это было много комнат. Там, наверное, была церковь. Ну, это я так предполагаю. Судя по вот этим комнатам, да. Тут, наверное, жили. Центральный зал. Раз комната. Два комната. Ну, такие маленькие. Комнатушки. Тоже крест. Ну, такой более старый уже. Табличка тоже выцвела. И где-то тут родник должен быть. Вот тропинка. Покошенная. Вот она, наверное, идет к роднике. Погреб. Погреб, точно. А может, это вообще был первый этаж, который засыпался? Может, там вообще был какое-то захоронение? Может. Ну, вот как-то так. Ну, тоже такое тихо-тихое место. Пойдем. Если недалеко идти. А может, не дознаешь? Да никого нет. Да? Прилично не хочу идти. Я ленивый. Сейчас, сейчас. Я просто дойду, посмотрю. Если прилично, то не пойду. До деревьев дойду, короче. Ну, покосил кто-то. Да, там идти прилично. А, вон, лошадь, вижу, стоит. Сейчас Несси увидит лошадь. Обалдеет. Даже не одна лошадь. Их много тут. Так, Несси, тут куча какашек. Ну, ты, лошадки. В теньке прячется. Что, Несси? Лошадей увидела? Страшно? Ну, не пугай. Несси! Вот зараза. Я тебе. Погнала лошадей. Короче, убежали. Одна маленькая собачка. Я в шоке. Вот еще на вершине одного из холмов установлен крест. Сей крест установлен в честь первых открывателей христиан Кавказа. И кто-то слово христиан зачеркал. Ну, вот так вот выглядит Краснодарский край. Конец. Уже все. Ну, и Карачаево-Черкесия. Там, тут где-то за холмом. А мы направляемся домой. Кавказаево-Черкесия. Друзья, ну вот мои дома. Сейчас я залью жидкими гвоздями. Купил два флакона. Ну, по чуть-чуть. Так, залью. А потом возьму, разведу плиточный клей. Просто всю эту полость плиточным клеем за один раз как-то не очень. Он тут усохнет, и будут такие щели. Немножко залью через верх шпильку. И потом замажем. И на этом все. Будем ждать выходных или после выходных. Там привезут изготовят маэрват. Ну, 50 на 200 доска обычная. Для такой крыши, я думаю, за глаза. Ну, еще там штук 10, 50 на 150 заказали досок. Ну, все. У нас все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok